Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok а проще не имела никаких шансов пройти с отличным контролем железнодорожники имеют возможность подольше субтитров отмечать 2-0 криво-белевых банков пытаются на футбольном поле железнодорожники и порой у них удаются хорошая пауза большая пауза просят главный арбитр матча поближе перенести в центр поля и активная борьба в правопородии преуспел Цирпан Жаннилов подкового в меньшей степени нужно критиковать подкового 24-го номера спартаковца который сейчас нескольку не видно переместился на позицию правого защитника либо возможно надеюсь что перейдет в минуту защитника может и такой расклад подкового 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 своего родного, но бывает и такое над ногой здорово играет Роман Фомин Отличный разворот Влада Семенова атака мотива продолжается Воскар встречает Насыра Абилаева Возможно тренерский штаб Спартака попросил как можно плотнее играть Насыра Абилаева Третье уже по счету замена мотива сейчас состоится Поле покидает Георгий Герасимов Наверное не самая лучшая игра для этого форварда Не удалось отличиться И моментов очень много было с его участием непосредственным Поэтому Владимир по мотива решили поменять его поле Андрей Чуканов Поджали ближе Через два дня Преем сюда Ну вообще Думаю Что мы ребята Что мы ребята Ну Педать Я ее Коню Это Кедать Выше Так Думаю Я Преем Да Они были Ошарашены Пропущены Мячом И вот Еще одна Некая ошибка Перекладная Мотива Подштрафну Но Слишком Самонадейно Один Преем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Пока лично для меня МПП сегодняшнего матча, самый ценный игрок, 64-я минута, тем временем пошла, Тереченко здорово остановил мяч в грудь, но, к сожалению, ушел при этом за боковую линию. Да, еще ближе один. Вытесняют его в грудки, защитники Спартака, но держит в определенном мяч Косомин. Приходится играть назад. И вот здесь перемудрил явно Роман Фомин. Могло быть опасно для локомотива, но все в итоге обращено. Олег, Олег, Олег! Помягче, Олег, помягче. Получи свою сторону. Не точно. Шли. Смотри. Все, Денька, за спиной, Вика. Вика, за спиной! Спартака, переходим. Олег! Виктор, упади! Виктор, Денька, сыграл налево. И больше, атака, очередная локомотива. Что нужно делать показ Абилая. Постоянно меня десятая локомотива обманывает. Уже напрашивалось, казалось, что передача на левый фланг, но по-другому сыграла Абилая. И все это могло привести к четвертому взяктуру. Едва не успел замкнуть дальнюю штангу. Смотрите, два нападающих играли. Поближе играть вон центральный. К сожалению, не увидим мы сегодня матча 97-го года рождения. Почему, к сожалению, потому что там тоже очень интересно. Борисы собраны. Но во-вторых, даже для многих, в первую очередь, команду 92-го года рождения Спартака тренировок будет никто и ноября как Владимир не счастлив. По-моему, госинтурный, как я считаю, что партнер в сборной России. Не ошибаться, что они на пятки наступают. Андрей, аж жестче, Андрей, аж жестче! Вы поедевайся, что вы! Вы поедете, атакует. Надо еще конца доверить, атакует. На втором тайме уже в обороне больше действует Султан Джамилов. Атака левым флангом. На вес штрафную. Не успел здесь опередить перечерк. Султан Джамилов. Борисы собраны. Борисы собраны. Борисы собраны. Контратака. Кто будет первым на мяче, отлично действует на выходе и Мишлиев. Хотят по мысли и по эпизоду правильно все делал. Нас и обилает, но немножко скорости не хватило. Алина Масимова просит не голосаться с шашками на голову своих подопечных. Здесь, здесь, Олег. Здесь, здесь, Олег. Считают, что пока рано раскрываться. Каманин, хотя уже идет 68-я минута. И времени на самом деле осталось вот так, очень много. Атакует лотомотив. Хороший навес, но там в центре Шрадной никого не было. Правда, на подборе первым оказался футболист лотомотива. И Душев. Все разобрали, не забрали с ногу. Право, Камир. Камир, правее. Почу прощения, Андрей Цуканов. И удар от ворот. Летний слой, Летний слой. На прыгайте! Там тоже были в перегреве рабочем иголе. Да и потом второй забитый мяч и илами Сяблова. Хорошо, спокойно. И второй, в целом забитый мяч делал, в последствии небольшой ошибки вратаря Шаспартака, но что приятно, доверяем, Мишка! Мишка! Передром! 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 И спину он толкает своего соперника. А именно Андрея Никонова. Урушение правил. Абилаев. Назад. Как-то в нехоти при семье испартаковцев, которые еще не спрашиваются. Абилаев. 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 В этом явно преуспевают. Пошел вперед. Джамила. Здесь очень хладнокровный. И даже чрезмерно хладнокровный защитник. Если было сыграть попроще. Абилаев. Абилаев. Для болельщиков железнодорожников. Все обошлось для команды в этом эпизоде. Олег! Олег! Мири! Лоба! Сейчас, сразу. Беговые. 20 минут остаются. Чуть больше. До окончания матча. По-прежнему. Локомотив впереди. Абилаев. На своем поле уступают. Со счетом 1-3. А ведь в первом круге красно-белые в этой возрастной категории выиграли со счетом 6-0. Но сегодня все прогнозы специалистов и тех, кто следят за детско-юношеским футболом, они в основном не сбываются. Потому что в любом случае вряд ли кто-то может предположить, что во всех матчах и кто-то покурит сегодня. Спасибо Агенту Победы. Но вам пока об этом рано говорить. Вновь Абилаев играет на массива. Хорошо. Ничего. Надежно действовал центральный защитник Спартака. Капитан команды Илья Сальников. Чуть посередине не доставай. А каок давай перестал. Здесьíssим! Уже пошли и такие игровые тактические витросты. Потерпевал ненужное время. Один-долго. И перепасовка двух футболистов на картоне. Естественно, у них участвовала Белаев. Дело от удара пока не доходит. Участный мотив не расстается. Затем зимой. Замена. Другая зима. Вместе у него взгляда. Другая вывезла. Участная мотива. Отличная передача. Выход один на один. Правда сбоку и как здорово пробивал. Пробивал. Подсек мяч. 20-й мотива. Андрей Сулканов. Великолепно сыграл. Не хватило. Надеется, что все обойдется. Паула. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Больно приходится. Понятно. Это уже самое, что у меня есть мужской футбол. Погнают футболисты. Многие из которых уже 18 лет. Вспомнилось. Поэтому, я надеюсь, совсем скоро мы увидим в составе, по крайней мере, молодежных команд. Вторых составов Спартака и Локомотива. И, возможно, через некоторое время кто-то из этих футболистов окажется в составе команды. Многие из которых, я думаю, для каждого из них, основной вопрос, это переход во взрослый футбол. И основная задача оказаться в клубе премьер-лифтинге в первой лиге чемпионата России по футболу. Возможно, и второй лигер. Возможно, и продолжение карьеры. Черепная разрезающая передача. Дмитрий Свердин И он действует теперь на позиции правого защитника. А вот подождем. Еще одна желтая карточка. Показано. Капитан Локомотива его получает. У него Кереченко. Жестко он встретил своего соперника. Причем там сразу два подката. Очень опасных было. Но, слава богу, на этот раз обошлось без травмы. И подвигается вперед. Султан Джамилов. Под конем пытается соорудить наставник Стартака. Штрафной. Неудачная подача. И выносит мяч на угловой Олег Кожемякин. Могу ошибаться, но, по-моему, Олег Кожемякин это тот футболист, которого мы видели в составе Квазара в матче третьего дивизиона чемпионов России среди любительских футбольных коллективов. И Кожемякина заметили, как раз в этих матчах пригласили в локомотив 95-й год рождения команду. И вот так получается, что, кажется, в какой-то степени наш портал помог открыть футболиста. И будем надеяться, что у Олега Кожемякина все получится в локомотиве. Получит он шанс свой и, возможно, в молодежной команде. Но пока Олег и входят на замену. Кожемякин, который мы сегодня видим. Продолжают атаковать и стараются в локомотиве. Вот как у нас Кожемякин с мячом. Хороший перехват. Пас на правый фланг. Уже немножко нанился Самир Масимов от постоянных рывков. Но, несмотря на это, нашел в себе силы и зарабатывает очень важной во всех планах. Главой для своей команды. Еще одна замена состоится совсем скоро у локомотива. Готовится выйти на футбольное поле 18-го номер Дмитрия Корабельникова. Пауза у нас увеличивается. Покинул поле у локомотива 8-го. И Влад Семенов будет говорить наставник своего центрального полузащитника для предполагаемого матча. Он может быть и хороший. Уже просто известный на послематчем разборе. Еще один хороший. Атака Спортага. И еще одно отличное действие. Алик, но походка на ней не зря пошел. Алик, черепах красно-белых. Могла получиться быстрая только атака. Но здорово встречает. И на бои с помощью. Уже ни правил не было. Вот он приходит. Но судья Евгелин. Там подстроится. Играй, Макс. Это его. А вот здесь уже горчичник. Он видит перед собой. Это идет автоматива. 21-й номер. Евгений Кирисов. Довольно грубое нарушение правил. Бон, наоборот, далеко. Тяжело будет реализовать конструкторное положение. Хотя направляются игроки Спартака прямо в штрафную. Подача не последовала. Подыграли штрафную. Штрафную. Смотрите, даже в этой ситуации игроки стараются поджимать. Стараются прессинговать. Не давать. Легко начинать атаки спартаковцам. Еще один штрафной. Все ближе и ближе. Как будто мы наблюдали американский футбол. Подбираются ярд за ярдом спартаковцы штрафной. Чужим владением. И последним. Если в составе красно-белых такой же игрок как Насыр Абилаев есть ли мастер стандарта штрафных ударов? Тут сразу целый консилиум собрался. Спартаковцы в Чуклине половина команды решает, кто же будет пробивать штрафной. А возможно мы увидим с вами какой-то оригинальный нестандартный розыгрыш. Но пока все это загадка. Меча Владислав Карминин Двигай, двигай, Мишка, двигай! Двигай, Мишанин! Иди сюда! Иди сюда! Вау! Иди сюда! Иди сюда! Ничего! Положите в небе. Двойная замена. Замена для команды. Одно замене в истории другой стороны. Выкидает поле девятого номера Спартака. Один из самых активных составил красный зон. Славислав отменен. И вместо него на поле появляется Сандро Деварзе. Замена вратаря. Необычный оптический выбор. Решение наставника локомотива. Видимо, уже считает, что все решено для его команды. Зашла замена вратарей. Детали вратаря появился на поле у локомотива вместо Романа Каминал. Роману сегодня минимум претензий. Прекрасный матч провел тем более несколько раз с вашей командой в тяжелейших ситуациях. Очень хороший сын сделал и приождаем можно 1 на 1 играть хорошие мальчинки при этом будет выход 1 на 1 обороняется присыпают локомотив большими силами приятный счет на табло даже мягче на угловые точно перекладывает мяч спартак но абы куда выносит на чуть друг половину поля. Здесь как защитники железнодорожников играют через вратаря и как оказывается и второй голки локомотива Виталий Карпенко тоже очень здорово играет ногами. Такое ощущение что ты злодина американцев на поле локомотива они играют ногами Переченко заходим Мяч чудесным образом за пределы поля не ушел сохраняя локомотива наружники очень не близки к очередной побежи к очередным трём очкам в клубную копилку пока в общем зачете на первом месте до сегодняшнего игрового дня находились футболисты из Динамо встанетели общества но возможно что культирный расклад в данной ситуации кардинально изменится после того как тяжелые дорожники одержали 4 победы подряд но пока не будут сбегать вперед время еще у Спартака есть около 8 минут но вдоль и а до Который сегодня попытается в Ростове на данный момент встретить нужным образом Санкт-Петербургский зенит Здесь не совсем удачно сыграл вышедший на замену Виталий Харченко Второй голкибер Локомотива не рискнул лететь за этим мячом в бреющем полете И в итоге угловой Андрей Шекельгян мяча Санкт-Петербургский зенит Пришлось сделать небольшую паузу Возможно Называл я Фурварда и Спартака не совсем правильно Простите, про прощение За этот казус Но здесь все дело в протоколах К сожалению, на сайте клубной лиги не значится победа из девятого номера Спартака Но возможно и прошу прощения Перед Розенславом, Кармилем или Кармишем Тоже вопрос обязательно уточним перед следующим трансляцией Надеюсь, они продолжатся Еще, еще, еще Еще, еще 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 Со Устал, задавец матча Не меняет своего лица А пока с мячом Переченко На ревом фланге обороны Спокойно играет вместе с Никоновым Перепосовка продолжается Небольшой квадрат устроили Железнодорожники Играют спокойно через лотаря И переводят дальше на правый фланг Загружал пока в офсайт Абилаев Поэтому Затрос не последовал Играют через лотаря Михаил Мартынов Назад на Переченко Вновь Никонов Пять лотаря Уже порядка десяти точных передач Удалось выполнить лотомотив И пускает все это на своей половине поля Но время Железнодорожники убивают Надежная Служа Мочит себя на ногах Жемякин Через бурова И ход на трон И действует один встанинная лотомотива Попробуй! Разве что перевода на левый фланг Но атака пошла по другому вектору И останавливаются Респортали С плечом пока Хозяева остаются Но тут же очень здорово И засинговали соперники Вернулись в лидер Более На мотивах И ответили Служа На любезность Хорошее подключение По правому флангу Простите Но никто пока не видит Жамилова В итоге нарушение правил Чему же сразу Место, место Место Была такая возможность Да, да, туда Сюда, один Но иногда все-таки Не хватает Видения поля Некоторым игрокам Команд Играющих Жаня, ты! Жаня, ты! Женька здесь, Жаня! Пойдет, пойдет! Пойдет! Играет в стенку Но слишком жесткую Обратную передачу Касание получил От партнера И, естественно Не догнал Этот матч Жанилов Ошибся в передаче Сандро Девадзе Остается меньше Четырех минут До окончания матча Команд 95-го Болевождения Спартак Локомотив 1-3 Пока Железнодорожники На выезде Обыгрывал Спартак Играющих Илья Кериченко Илья Кериченко Насыра Белаева Илья Криченко Под families С WEG ИИ Штраф Могу ошибаться, но такое ощущение, что есть свой секрет. Упали, упали, зелень, зелень, перестал. Футболисты, но... Внимательно! Переграли, это, что терпели. И вот та самая чудесная правая беда у него. А будто липется желтого цвета. Возможно, это как-то поможет из-за другого локомотива. Отличный перевод. Ближе, алё! Олешки, ближе! Всегда восхищаюсь, когда футболисты выполняют подобные передачи. Но здесь «Сартака» уже захлебнулась на какое-то время. Приходится самостоятельно решать эпизод «Сартаковцам». Отличные прострелы. Нужно было замыкать эту передачу. Никита Бунин не преуспел шаровной. Отсюда, особенно, великолепно. Всеобразная гранитикульная комбинация. Прострел прошел еще один момент. И не удается перебросить Виталия Харченко. Два момента подряд возникло у «Спартака». Казалось бы, уже интрига умерла. Но если бы сейчас удалось «Спартаковцам» забить, возможно, в заключительную минуту увидели бы мы с вами навал на вороте локомотива. Но пока об этом говорить преждевременно. Виталия Харченко далеко не бывает мяч от ворот. Долуствует «Спартаковцам». Пределяется его вторым таймом у классных делов «Англейших» «Деньян». Виталий Харченко далеко не только в «Спартаках», но и в «Англейших» очередные ошибочные признаки «Спартака». И локомотив постепенно доводит дело до итоговой победы. Честно говоря, у меня особых сомнений не возникает, потому что локомотив выиграет и в этом матче, среди команды 95-го года рождения. Пожалуй, единственный глоток свежего воздуха для «Англейших» «Спартака» это тот факт, что сегодня в «Дерби» «Спартак» в премьер-лиге обыграл ЦСКА. Но, с другой стороны, у локомотива вообще должны быть выходные чудесные, потому что железнодорожники вчера также в своем матче обыграли московских «Динамовцев» и также поддерживают команды в матче этих возрастов сегодня вы смогли наблюдать в прямом эфире на портале «Спорте.ру» совместно с Московской Федерацией Футбола и Клубной Лигой. Огромное спасибо, говорим, и Московской Федерации Футбола за возможность организации трансляции, также академии «Спартака» и футбольному «Клубину» «Надеюсь, что вы получили истинное удовольствие, от которой мы стали еще и молодых юных футболистов, но без «Спартак», талантливых и неординарных. «Спартак» и «Спартак» и «Спартак» «Спартак» продолжает искать часть и счастье у чужих ворот, но Кажем Мякан очень надежно прерывает передачу, которая сейчас справа в плане. Наверняка даст главный арбитр совершить эту атаку «Спартаку». Уже и капитан полез вперед, его останавливают, Илья Сальников ведет свою команду вперед. Будет удар, будет что-то опасное, да, удар последовал, но и его накрывают футболисты «Спартак». И сейчас прозвучит финальный свисток. Да, так оно и есть. Поздравляем, командир, с шумом и победой в сегодняшнем футбольном дне. Железнодорожник, я благодаря матчей команды «Спартак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова